Ну а чтобы амичи не замерзли этой зимой, местный предприниматель взялся за производство свитшотов, иными словами, толстого к размерам в несколько раз больше обычного. Сложно найти человека, которому эти вещи были бы по плечу. Но по мнению бизнесмена, именно этот предмет гардероба идеально подходит в качестве домашней одежды, не сковывает движения тех, кто носит и тех, кто создает то, что легко надеть. Светлана Еловнарова. За окном минус 20. Теплый чай и свитер размера кинг-сайз. Вот что греет Екатерину Кова этой зимой. Необычный предмет одежды появился в ее гардеробе пару месяцев назад. Модница выиграла его в одном из конкурсов в соцсети. Миниатюрная Екатерина не стесняется ходить в нем на учебу, а она студентка педагогического университета. На самом деле я и дома в ней хожу, когда холодно, но и, допустим, в университет тоже в ней могу прийти. Смотрят, спрашивают, смеются. Я всегда говорю, что вот это кокон, что это не я, собственно, с размером ошиблась, это так и должно быть. На самом деле всем нравится, даже некоторые просили померить. Размер толстовки в несколько раз больше стандартного XXL. Ширина плеч почти метр, длина ниже колена. Этот цветшот изготовлен из натуральной ткани под названием футер. Она очень теплая, а благодаря особому переплетению нити с изнанки достаточно мягкая. Стирать можно в обычной машинке автомата, гладить тюгом или парогенератором. Занялся их производством омский молодой предприниматель Муслим Сагнаев. Всегда хотел создать качественный продукт с сибирской душой. Оно прямо само напрашивалось. Омск, зима и теплые уютные толстовки. Прям просили, сделайте нас, сделайте нас, но никто не делал. Первую модель разработал сам. Заказал ткань, начал сотрудничать с портным. Продает через интернет. Основные покупатели – модницы из Москвы и Санкт-Петербурга. В Омске к такой одежде пока относятся скептически. В Питере люди более открыты к чему-то новому. Они не боятся покупать, не боятся экспериментировать с этим. А в Омске как-то более консервативная, старая одежда, как домашняя. Муслим планирует расширить производство. Новые модели зауженной талии или вовсе толстовки для двоих. Для этого на краудфандинговой платформе собирают деньги. Поддержать проект может любой. Но пока из необходимых 80 тысяч рублей Амич собрал лишь 18. Неудивительно, пока такие толстовки – супер-биг-сайз. Чаще становятся предметом шуток, нежели гардероба. Впрочем, Муслим надежды не теряет. И говорит, настанет время, когда он завернет в кокон каждого модника. Светлана Еловнарова и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.